хочу вам показывать девочки свои розочки на солнышко красота так две розы одна роза цветет у меня прям розовым нежно розовым цветом вот одна розочка здесь у меня 2 бутон распускается просто красавица и я их прям вот не очень давно обрезала но мне кажется это прям стимул обрезка стимул для роста и цветения не успела я обрезать только-только появились листики сразу же в цвет и 2 роза здесь у нас уже растет бутон 1 2 бутон 2 3 бутон да пока три бутона но красавица красавицы они у меня уже пятый год по моему и цветут 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 видите вот была прям обрезка жестокая обрезка я вам по моему показывала и здесь обрезала все обрезала и она расцвела зацвела очень-очень благодарная розочка ее нужно удобрять и отсадила я колу детку у меня кала большая я решила детку отсадить потому что там очень много отростков здесь вот первый листочек вот видите он какой-то был несуразный но я его позже отрежу сейчас не буду отрезать потому что цветочку все-таки нужны листья так здесь у меня по моему традисканция дано что-то она у меня заболела и я ее решила обрезать у меня здесь вот спускалась помните такая вот большая высокая длинная лиана невысокая длинная она у меня вниз спускалась вот здесь вот он горшок вот он здесь стоял у меня и спускался так вниз а красивый хвостик мне показалось что чем-то она заболела потому что я посмотрела на обратную страну листам и там как-то было знаете как будто покусано кем-то возможно я себе просто надумала потому что никого я не обнаружила но ее нужно было уже обновлять поэтому я и решила сколько и уже год эти цветочки обновляют я решила ее обрезать обрезала всю под корень половина выбросила половина оставила и вот эти вот я укореняю то что обрезала в прозрачном сосуде вода без добавления таких либо укоренителей просто вот так плюс у меня еще здесь есть вот такая вот тридисканция ее наверное не видно из-за солнца сейчас покажу еще одна тридисканция вот она такая вот варигатная полосатенькая может быть у кого-то есть такие цветочки у меня не было вот появился но вы знаете в чем проблема смотрите начинает расти и каждый лист почему-то вот у меня с каким-то изъяном такого раньше я не наблюдала ни одного цветочка это вот он выходит и уже с каким-то изъяном и этот такой же но здесь вот получше здесь не так не знаю в чем дело если кто знает напишите пожалуйста здесь у меня вот такой вот цветок обычный не варигатной но здесь у меня есть на полочке и варигатные вот один здесь вот 2 ну и конечно же ходит реколор красавица мы в магазине море мебели мега мебели и как вы думаете зачем мы пришли конечно же нам что-то нужно кто-то съехал видите какое помещение сразу опустила нам нужно купить две тумбочки или два столика еще стульчики я хожу от нас смотрю высылаю александру фотографии ему все не нравится я решила взять сегодня с собой это не факт что мы сегодня купим но хотя бы я замотивирую александра к покупке потому что он у меня такой вредный ему это не это то не то очень противный конечно а вот и его не уговорить никак купить поэтому так получается что о какой большой стол и поэтому получается что я насматриваю что-нибудь насматриваю а купить без него не могу и вот сегодня мы пришли пришли и что-нибудь обязательно купим но то что нам нужно не просто так что-нибудь а то что нам нужно но не факт опять же не факт смотрите кровать с подъемным механизмом у нас без подъемного механизма но здесь подъемным я все хочу купить с подъемным мечтаю но не можем купить то что нужно это я сегодня в полосатых штанишках белых кроссовках а там александр сразу примазался такая вот кроватка цена и и и изголовье красиво изумрудная как раз под штурки здесь есть и тумбочки но можно тумбочками можно без тумбочки она такая же как вот этот и матрасик матрасик здесь нормальный и внизу повторяет изголовье очень красиво такой упругий хороший ну и кому-то кому-то наверное нет у нас кому-то есть вот такая кровать не боковые наверно потому что у нас собачки вот это более толстый такой ну толстый тоже вот вот она вот плоским крема кажется она вот лучше всего и цвет наш любимый цвет пожеланий цветовая палитра очень с матрасом она сколько получается ну смотря какой матрас выберите среднем есть но среднее чтобы где-то получится 30 ну в районе 40 кровать и плюс матраса 20000 ну 80 примерно где-то ну и вот такие вот но вот это вот самое лучшее мне кажется вот это вот попроще касса и здесь вот полукруглая а там прямой мне нравится смотри я тебе покажу были в магазине ездили за одним купили совершенно другое купили два стула можно было купить сюда и больше но просто не войдет здесь только для двух стульев и такие вот сюда пожалуйста поставь и сразу отвечу на вопрос покажу и отвечу на вопрос я хотела бы не тебя показать а стулья я только хотел присесть но присядешь потом так смотрите вот такой вот стул хромовый спинка именно такая мне хотелось потому что спинки еще знаете они немножко туда вогнуты я пробовал не сидеть неудобно и также моим домочадцам будет неудобным но садитесь вот как александр сел и спинка здесь ровная а если она будет немножечко вогнута туда то совсем неудобно здесь перекладинка идет но в принципе для меня опять же не было принципиальным есть перекладинка не перекладинки мы обошли магазины мебели еще до сегодняшнего дня и в принципе ничего нам не нравилось но как нам александр говорит то что тебе нравится пожалуйста бери я подстроюсь мы правильно да вы посмотрите довольны вот цвет для нас был принципиален потому что вот он серо-голубой схож с этим диванчиком на котором сидит саманта и чтобы стульчики задвигались вы нам о извините и не мешали очень удобно два стула потому что больше не войдет можно было бы туда еще один купить но как раз нам зрительница советовала убрать этот диван и вот так вот его виднее потому что как бы против света и поставить здесь стул но согласитесь если стул то один человек будет сидеть здесь да а получается так что здесь сидит мишель саманта александр на таком диванчике и еще зластена зластена тут же присядет а суд только один и опять же допустим приходит нам гости мы можем стол развернуть кстати я потом покажу александр хочет здесь перестановку сделать на кухне развернуть и здесь сядут два человека уже да два человека плюс по краям еще очень удобно ну еще табуретчики можно поставить у нас кстати старые табуретки стоят на балконе их нужно будет переделать вместе с вами переделаем как только вот придет сентябрь октябрь ноябрь что появится больше свободного времени немножко так вот мы сходили александр задумался мы сходили в магазин съездили в магазин прогулялись в магазин мы шли по причине покупки двух тумбочек с двух сторон к нам в спальню но у меня еще одна идея по поводу этих тумбочек тумбочки нам не понравились вообще а то что понравились ценовой сегмент это конечно зашкаливает по качеству тех ну не то что по качеству по дизайну но мне хотелось чтобы они были симпатичные даже я смотрела на сайте икея и то мне там не понравились ну не знаю у меня в голове свое что-то правильно же но купили стулья я немножко поснимал там в магазине купили стулья но мы купили стулья и еще насмотрели кое-что но кое-что мы должны с александром померить посмотреть войдет как войдет а потом уже с вами посоветуемся так как спасибо вам за совет насчет микроволновки огромное вам спасибо а еще мне александра показывает здесь у нас еще место хранения это тоже очень удобно в квартирах сейчас девочки я в своем саду и хочу ответить на вопрос зрительницы она меня спросила у нас в саратове была такая жара ну каждый год у нас так юг и как я спасала свои цветочки от солнечных лучей у меня на окнах жалюзи жалюзи свет они солнечный не пропускают хотя обычный свет вот пожалуйста если прикрыть то пропускают но не солнце у меня солнце здесь появляется в 10 часов без 15 10 и уходит с нашей стороны где-то ну наверное без 15 4 иногда пол четвертого и я тогда открываю жалюзи вот у меня жалюзи с одной стороны окна с другой стороны окна в серединочке окна я не вешала жалюзи чтобы серединка была все же у нас без жалюзи как вы видите цветы стоят на подоконниках на полочках это я еще сейчас сняла с полок быстренько споласкиваю в душе их здесь у меня стоят цветы те которые вот я пересаживала они болеют немного и солнце вернее свет солнца да со среднего окна попадает сюда но не обжигает достаточно света на полочках цветочком здесь у меня розы стоят цветут сейчас я приоткрою жалюзи чтобы было посветлее здесь розам хватает света потому что если я в выходной день дома я открываю жалюзи вечером ну как будто в 4 уходит солнышко я открываю жалюзи и до утра утром я закрываю приоткрывая жалюзи хватает света всем и солнечного и дневного обычного здесь же у меня аквариум небольшой с рыбками так что солнышко хватает но не обжигает даже вот на подоконнике не обжигает потому что жалюзи но сразу хочу сказать что жалюзи не должны быть вот такие как у меня плотные не в сетку потому что в сетку знаете такая сеточка есть да они продаются в лера мерлен и я видела в маяке и видела я светофоре есть жалюзи в сетку я не уверена что они будут спасать цветы на подоконнике я думаю что все же через сетку солнце пройдет и будет ожог но хочу спросить у зрителей у кого есть жалюзи не плотные а в сетку как у вас цветочки на подоконниках стоят вот как раз мы сейчас узнаем стоит ли сэкономить купить плотные жалюзи или в сетку потому что в сеточку они подешевле немного побюджетнее также у меня стоят на полу цветы и среднее окно как раз которое не прикрыто солнышко попадает и на пол но такого яркого обжигающего солнца нет вот напротив окон стоят у меня здесь сансервери и плющ лимончик ничего не обжигается и хватает солнца так что монстырь достаточно света видите она выпускает все больше и больше листья крупнее и крупнее но я ее буду формировать чтобы она мне если даже уперлась потолок больше она не росла буду подрезать ее так и сегодня фронт работ если я успею то мне нужно пересадить вот эту замечательную калу так как калле уже достаточно лет она у меня уже очень взрослая мне ее дарили буквально вот таким вот росточком сейчас покажу вот у меня вот такой росточек я отсаживала вот таким росточком мне ее и дарили наверное три или четыре были листика и я посадила ее сначала в небольшой горшочек потом на дачу у нас была дача на дачу высаживала конечно на даче ей вообще вольготно в открытый грунт она пушится у нее листики не желтеют и вообще ей было классно но когда наступала осень вот допустим где-то конец августа сентября я ее выкапывала и увозила домой в горшок она мне подросла и мне ее нужно было пересадить большой горшок пересадила но я грунт не меняла как он у меня был такой огородный дачной так я и вот оставила в нем но он тяжелый этот грунт тяжелый и я так понимаю ей тяжело мне нужно будет пересадить я обязательно покажу что у меня получится саму пересадку навряд ли буду показывать затягивать видео если какие-то будут нюансы обязательно вам расскажу у меня есть поменьше горшок и мы пересадим с вами маленький горшок ну не маленький а меньше где-то примерно будет наверное вот такой вот может быть чуть больше он у меня стоит на балконе еще я хочу пересадить замя кулькас потому что он за период с весны до сентября он у меня хорошо подрос и теперь клонится вниз нужно будет пересаживать больше мне достался по случаю вот такое вот кашпо плюс горшок я его просто перевернула он у меня стоит поверх ногами вот это дно это кашпо внутри идет горшок очень удобный кстати вот там у меня спрятаны все горшочки мои очень удобно там такая ниша и мне нужно будет туда пересадить тоже пересадку навряд ли буду показывать потому что ничего особенного будет не просто пересадка будет перевалка и плюс мы с вами что-нибудь приготовим на ужин все будет быстро просто как обычно и день со мной подписываемся ставим пальчик вверх не пропуская видео с правой стороны колокольчик нажимаем